Всем доброго времени суток! Сейчас я расскажу о впечатлениях от сборки Yucomo Deep RS. Модель пришла мне недели две назад, хотя, наверное, три. Не знаю, точно говоря, не помню, но это не так важно. Собрал я её, наверное, тоже дня за два-три. Было всё-таки проблематично, хотя, на мой взгляд, конструкция тут не очень сложная. Ничего запредельного тут нету, чтобы собрать эту модель. Каких-то адских усилий вам не потребуется. Тогда возникает вопрос, почему же ты не выложил это видео сразу, как собрал? Ответ предельно прост. Я основательно заболел и испортил ещё несколько деталей. Но об этом поговорим чуть позже. Сейчас поговорим о тех немногих, скажем так, деталях, которые могут вызвать затруднения при сборке. Лично для меня было проблематично собрать дифференциал. Даже не собрать, а поставить его правильно. То есть, всё время как-то он стоял то криво, то косо. Не знаю, кое-как я его поставил, намучился, конечно. В итоге выяснилось, что нужно просто было внимательно следовать инструкции. Там, конечно, может быть, сказалось, что я делал это поздно ночью, был очень уставший, болел к тому же. Не знаю, в общем. Дифференциал вот это раз. То есть, обратите внимание на него. И всегда следуйте инструкции. Не нужно думать, что вот у меня есть опыт, я собрал несколько моделей, и я смогу, в общем-то, всё сделать без инструкции. Не будьте так уверены. На всякий случай откройте, полистайте инструкцию. И, в общем-то, всегда следуйте ей. Смотрите на мельчайшие детали. То есть, как что поставить правильно, чтобы потом не приходилось что-то по модели разбирать, менять. Или вообще менять, если что-то сломается. Всякое бывает. Ну, не будем на этом останавливаться. Далее было проблематично поставить шестерню на двигатель. Как я её только не ставил. В итоге пришлось вбивать её молотком. И сейчас я всерьёз думаю над тем, стоит ли мне вообще эту шестерню закручивать. То есть, я не знаю. Потому что она держится там так крепко, что, мама, не горюй. Больше проблем у меня не было. Всё стало отлично. Кроме регулятора хода. Он, в моём случае, немного выпирает. Но ничего страшного. Всё остальное собирается довольно просто и легко. Вообще, не возникло никаких проблем с заправкой амортизаторов. Всё было нормально. Значит, в начале видео я говорил про испорченные детали. Вот сейчас о них и расскажу. Первое. Это балкхеды. Трескиваются они вот в этом месте. Вот это место. То есть, сюда вкручивается винт под шестигранник. Значит, на него крепится тяга. Ну вот, то же самое. Это передние и задние. Они отличаются. Один немного длиннее. Я это, кстати, не сразу понял. Вот, опять же, нужно внимательно смотреть инструкцию. Там всё это показано и объяснено. Значит, в одних и тех же местах. То есть, сюда крепится винт под шестигранник. И, собственно, на этот винт тяга. Это я решил заменить. Хотя, это было, в общем-то, и не обязательно. Но я хотел, чтобы прям всё было идеально. И решил всё-таки поменять. А хоть модель бы и не развалилась, но такой вот я человек. Положим это. Вот эта деталь ещё. Не знаю, как она называется. Да и показать вряд ли смогу на модели, так как вы ничего не увидите. Значит, как можете видеть, сюда вкрутил слишком длинный винт. И вот пошла вот такая, не трещина, а винт просто прошёл насквозь и протащил за собой пластмассу, скажем так. А значит, тоже можно было не менять, но я решил всё-таки, я упрямый и решил поменять. Вот, ну ладно. Значит, и элементы рулевой. Вот трещина. Камера, похоже, отказывается фокусироваться, я тут плохо вижу. Значит, вот в этом месте трещина. А тут тоже, скорее всего, винт пошёл криво. Ну, на этой детали то же самое. Значит, при сборке обратите особое внимание на балокхеды и на рулевую. То есть, вот именно в этих местах может треснуть пластик. Аккуратненько возьмите нормальный инструмент и аккуратно-аккуратно смотрите, чтобы винт шёл прямо и всё у вас тогда будет нормально, ничего не треснет. И не перетягивайте. Вот, только он начинает... Вот затянули, едва-едва, всё. Больше ничего не делаете. А то некоторые любят тянуть так, что вся модель трещит, а всё равно крутит и крутит. Я не знаю, можно ли меня отнести к таким людям или нет, но всё равно у меня детали эти треснули. Ну, в общем, подведём итоги. Итак, собрать модель не очень трудно. У начинающих и могут возникнуть проблемы, а вот у более опытных моделистов их быть не должно. А модель, в общем-то, и не рассчитана на начинающих. Для таких, как они, есть более простые модели. В первую очередь, надо обратить внимание на балкхеды. При выкручивании винтов они трескаются. А именно вот те грани, которые я показывал в начале видео. Также обратить внимание на элементы рулевой и на всю рулевую в целом. То есть нужно всегда, чтобы избежать поломок, обратить внимание на то, чтобы винт шёл прямо при закручивании. Также не перетягивать. Там это уже, как сказать, это залог успеха. Что если всё пойдёт прямо, хорошо, без перетягивания, то, в общем, деталь останется целой. Использовать нормальный инструмент. То есть, в моём случае я использовал вот такой. И, в общем, из-за чего детали пострадали. Получилось так, что, ну, сами видите, вот эта дубина. Можно легко испортить вот модель. Если нет подходящего инструмента, то используйте вот такой вот шестигранник, который идёт в комплекте. В общем-то, он для большинства винтов подходит. В комплекте, по-моему, шло два шестигранника на 2 мм и ещё какой-то, уже, честно говоря, не помню. В общем, нужно приобрести нормальный инструмент. Конструкцию, с одной стороны, не назвать простой, ну и не назвать слишком сложной. Думаю, человек, то есть, уже более-менее опытный, он справится. И соберёт, ну, хоть и с поломками, как я, но соберёт. На данный момент мне требуется резина и винты на рулевую. Вот в скором времени буду заказывать. Я даже не знаю, что тут ещё добавить, так как ещё не катался. Да и это, в общем, не обзор модели. А сборка... У меня были сложности, но, в общем-то, всё это решаемо. Всё это, в общем, не так страшно. Будьте бдительны, внимательны, точнее. А у вас всё получится. На этом спасибо за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!